Арай Алиум, Великобритания, Россия и Ось Сопротивления Хамид Ат-Тарафи, Арай Алиум, Великобритания 15 апреля 2019 года С началом войны против токферистских террористических группировок в Сирии в 2011 году регион и мир в целом стали свидетелями серьезного раскола между сторонниками и противниками сирийского правительства С тех пор не прекращается анализ позиций России и Китая, а также возможности формирования нового мирового порядка, который положит конец однополярной системе Эта система существовала в период после распада Советского Союза в 1990 году Соединенные Штаты единолично принимали судьбоносные решения в отношении государств Даже не обращаясь к Совету Безопасности ООН, как это произошло при американском вторжении в Ирак в 2003 году Они также привлекали на свою сторону постоянных членов Совета, как в случае с войной против Ирака после его вторжения в Кувит в 1991 году Как отмечают некоторые аналитики, новый полюс будет представлен Россией и Китаем К ним присоединятся Иран, Сирия, Хизбалла, Хамас и исламский джихад, которые образуют ось против Соединенных Штатов и поддерживающих их региональных и глобальных игроков Некоторые называют эти страны осью сопротивления, то есть сопротивления Израиля в связи с тем, что угрозу представляет само его существование Нужно учитывать, что Россия является наследницей Советского Союза, который поддерживал арабские страны в период кризисов Особенно это касается палестинской проблемы войн 1967 и 1973 годов Тем не менее, факты не всегда подтверждают данный тезис, и политика России часто идет вразрез с устремлениями некоторых стран, принадлежащих к этой оси Речь идет прежде всего об Иране Колебание российской позиции обусловлено несколькими причинами, которые можно сформулировать следующим образом 1. Россия по-прежнему страдает от последствий аннеаксии Крыма и наложенных на нее санкций По этой причине она не хочет занимать позицию, которая могла бы осложнить ее отношения с Западом и Соединенными Штатами В частности, в таком случае НАТО может снова взять на вооружение политику холодной войны, в то время как Россия еще не готова к этому с экономической точки зрения Она не должна совершить ту же ошибку, что и Советский Союз 2. Приоритеты российской стороны отличаются от приоритетов Ирана, Хизбаллы, Хамаса и исламского джихада Русские не спешат восстанавливать контроль над областями влияния, существовавшими в эпоху Советского Союза Они работают усердно и осторожно, используя стратегические ошибки Соединенных Штатов, особенно в период президентства Трампа Кроме того, они воздерживаются от любых действий, которые спровоцировали бы американцев оказать давление на администрацию США 3. Россия в полной мере осознает, что политика Ирана является политикой равного ей государства Иран и Россия связывают союзнические отношения, но в определенных пределах, и решения Ирана остаются суверенными Поэтому в рамках этого альянса Москва не может пойти наперекор своим интересам Враждебность Израиля не в их числе, пока Иран является суверенным государством с большим региональным весом 4. Израиль представляет собой важный фактор, влияющий на американскую политику Израильское лобби оказывает давление на тех, кто принимает решения в Соединенных Штатах И поддержание с ним дружественных отношений, своего рода в заверении Америки в добрых намерениях Позволяющие российскому игроку проникать в зоны влияния без провокаций Таким образом, если при разработке стратегии ось сопротивления полагается на Россию, она окажется в условиях серьезного кризиса Странам придется пересмотреть свои расчеты в соответствии с новым уравнением Эти расчеты должны принимать во внимание российский фактор, но изменить его значение и граница взаимодействия с ним Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ